Основная цель проекта «Фотодипломатия-2018» – посредством фотографии расширить методы народной дипломатии для укрепления мира, уважения и взаимопонимания между народами разных стран на всех континентах мира. Работы, представленные на выставке, говорят сами за себя. На всех фотографиях лица детей, таких разных и в то же время одинаковых. Когда смотришь на них, становится понятным, что главное предназначение взрослых – это сделать жизнь детей счастливой, без войн, голода и лишений. Отрадно, что Абхазия, наряду с 23 странами мира, приняла участие в фотоконкурсе. Из полутора тысяч работ было отобрано всего 20. Среди них – работа Олеси Горельниковой «Юный джигит». Любое участие в конкурсах – это всегда интересно. Я выбрала работу, на мой взгляд, которую могли бы достойно представить, и отправила их. Фотографии я выбирала, но про эту фотографию я сразу знала, что я ее точно выберу. Остальные фотографии выбирала из учета, что более игровые, более интересные по сюжету. На протяжении примерно двух месяцев мы вели прием работ. У нас была открыта специальная электронная почта, куда могли отправить ребят свою работу. Самое основное условие было, что это мог сделать как профессиональный фотограф, так и обычный любитель, я не знаю, свою какую-то личную фотографию. То есть, в принципе, никаких ограничений. Тематика «Дети мира» – это международный проект «Фотодипломатия», в котором участвуют все страны мира. И у нас от Абхазии, получается, было шесть участников. И вот одна участница Олеся Горельниковой, ее фотография победила, вошла в основную выставку, в которую вошло 20 фотографий. И сегодня в 16 странах мира, в четырех частях света откроется выставка, где будет указана Абхазия. На этой фотографии мы очень гордимся этим. Помимо проекта «Фотодипломатия-2018», еще в начале весны представительством Россотрудничества в Абхазии был объявлен национальный конкурс чтецов «Живая классика». Более ста детей из всех уголков Абхазии приняли участие в конкурсе, по результатам которого победительницами стали школьницы из Сухома, Виктория Эсуглы, Анна Голанзия, Александра Габелия и Виктория Ежова. Главным призом для девочек была поездка в Артек, в международный детский лагерь. Там они боролись за звание лучшего чтеца уже с участниками из разных стран мира. Конечно, девчонки под впечатлением огромным, потому что я думаю, что у них в жизни еще подобного ничего не было, и они уже увидели, к чему стоит стремиться, какие есть возможности в мире. Уметь собраться, уметь перебороть свое волнение перед многочисленной аудиторией, и выступить, победить – это очень здорово. Я думаю, что это отличный шанс каждому ребенку, и призываю всех участвовать в подобных конкурсах. Девочки наперебой рассказывали о днях, проведенных в лагере Артек, о своем участии в конкурсе. У собравшихся в Россотрудничестве также была возможность посмотреть видеозапись выступления Виктории Эсуглы, которая из 14 финалистов конкурса стала победительницей в своей возрастной категории. Из 46 стран были представители, и когда я увидела всех этих ребят, я просто была удивлена тем, что несмотря на то, что каждый по-своему уникален, у каждого своя религия, все разные национальности, и мы думали, правда, что это будет немного сложно, и тем более не все же разговаривают чисто на русском языке. И вот, ну, с этим как бы проблем не было. Международный конкурс «Живая классика» проводится уже не первый год, но Абхазия приняла в нем участие впервые, и уже такие высокие результаты. Представительство Россотрудничества планирует и дальше принимать участие в данном конкурсе. Так что все школьники Абхазии, которым от 10 до 17 лет, смогут побороться за путевку в Артек и в будущем году. Ирина Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.